Арман Феликс Абель Сиген В 1893 году впервые принял участие в выставке салона независимых, оппозиционно-официальному парижскому салону. Испытав влияние импрессионизма, Сиген присоединился к группе художников, позднее названной искусствоведами «Школа Понт Авена», важнейшим представителем которого был Поль Гоген. Позднее Сиген внес свою лепту в основание художественного кружка, члены которого позиционировали себя в качестве последователей Гогена, так называемой группы Наби. В 1880-х жил в Париже, работал в студии, которая за несколько лет до этого принадлежала Винсенту Ван Гогу. Сиген считался современниками мастера Мафорта и Акватинты, причем предполагается, что именно он обучил своего приятеля Гогеном этими двумя техниками. На манеру Сигена, как в случае с рядом других его современников, оказало влияние традиционной японской гравюры. Столкнувшись с недостатком средств, Сиген занимался гравированием и созданием иллюстраций к произведениям Байрона, Бодлера и Бертрана. Однако главной его страстью является живопись, когда современники говорили о нем в первую очередь как об иллюстраторе, рисовальщике или гравюре «Сиген тяжелое переживо». Армана Сигена принято считать летописцем школы Понтавина. «Тяжело болея туберкулезом, Сиген невероятно переживал, осознавая, что не успеет осуществить все задуманное. «Каждый день, каждую ночь мне снятся холсты, которые я не могу исполнить», – писал художник. В 1900 году художник переехал в Шатален, где работал над книжными иллюстрациями по заказу арт-дилера и коллекционера Амбруаза Валара. В 1903-м тяжелобольной художник скончался у своего иновышленника и друга Оля Сирюзия. Сигену было 34 года. Спустя более 100 лет, творчество Сигена продолжает вызывать устойчивый интерес к любителям искусства. Вот так из Википедии вкратце о французском художнике Арман Сиген. Полное имя – Арман Феликс Абель Сиген. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok